К первому сентября в республике откроются 9 новых школ и завершится строительство еще 10. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил исполняющий обязанности министра образования республики Айбулат Хажин. Три новые школы в Уфе и Стеритамаке получили новое оборудование на 300 миллионов рублей. Кроме того, в этом году на капитальный ремонт образовательных учреждений было выделено почти в два раза больше денежных средств, чем в прошлом году. Общая сумма 1 миллиард 36 миллионов рублей. Кроме строительства и реконструкции проводятся работы по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы школы. В этом году на эти цели республиканского бюджета выделены гораздо большие суммы, чем в прошлые года. К примеру, я могу назвать, в прошлом году это сумма составляла 714 миллионов рублей, в этом году 1 миллиард 36 миллионов 840 тысяч. Владимир Хабиров поручил Министерству образования региона оформить красный листок претензий директорам школы от проверяющих ведомств для выполнения нарушений по вопросам организации безопасности учеников. Он потребовал к 20 августа выявить 10 муниципалитетов, где были допущены нарушения. Каждый руководитель школы должен в течение недели получить полную картину, что к нему предъявляется. То есть вот у него должна быть справка лежать у школы или ваши требования за подписи вашей, что по линии ЧАЭС и пожарной безопасности он должен устранить вот это. По линии, соответственно, Роспотребнадзора обратить внимание на это. По линии ГИБДД обратить внимание на это. Также к началу учебного года все республиканские школы оборудуют теплыми санузлами. Из бюджета Башкортостана на эти цели было выделено более 160 миллионов рублей. Напомню, с 1 сентября все школы переходят на пятидневный режим обучения.